Вице-президент Банка ВТБ-24 Надежда Афиногеновна Коресалова Здравствуйте, Надежда Афиногеновна. Я знаю, что вы с утра уже плодотворно поработали. Вы модерировали секцию механизма финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях ВТО. Говорят, у вас была очень оживленная дискуссия, это так? Да, действительно, на данной секции мы, образно говоря, так попытались обсудить позицию со стороны малого бизнеса по финансированию его и позицию по финансированию со стороны банковского сообщества. И споры у нас действительно были такие нешуточные, но я надеюсь, что мы действительно нашли какое-то компромиссное решение, что мы не можем друг без друга. Банки не могут без малого бизнеса, а малый бизнес не может без банков. Как вообще вы оцениваете и с позиции банкира, и с позиции представителя торгово-промышленной палаты? Готова ли Россия, готов ли наш малый и средний бизнес и готовы ли банки к вхождению в ВТО? Ну, в любом случае, я, конечно, считаю, что мы, конечно, не совсем готовы. Определенные моменты, которые и бизнесу, и представителю предпринимательского сообщества и банкам нужно еще поработать в этом направлении. В любом случае, бизнесу нужно, я думаю, повысить финансовую грамотность, потому что это действительно очень большая проблема для российского предпринимателя, потому что даже когда он обслуживается в банковских учреждениях, он не всегда правильно понимает и правильно рассчитывает свою кредитоспособность. Но и банкам, конечно, тоже нужно посмотреть, что можно сделать в этой связи, какие новые банковские продукты разработать. А готовы ли банки к тому, чтобы помогать малому и среднему бизнесу? На сегодняшнем этапе могу сказать, что российская банковская система настроена на очень действенную работу с малым бизнесом, и почти все российские банки имеют специальные программы по кредитованию малого бизнеса. Это действительно такое специальное направление, которое во многих банках выделено как в отдельное направление, и на сегодняшнем этапе, наверное, кредитование малого бизнеса – наиболее эффективный вид банковского обслуживания для любого банка. Например, наш банк ВТБ-24 считает, что кредитование малого бизнеса является приоритетом работы. И мы специально для этого разрабатываем новые банковские продукты, создаем новые отделы кредитования малого бизнеса, пытаемся как-то использовать механизмы государственной поддержки малого бизнеса. Поэтому в любом случае эта поддержка должна быть обоюдной. Если говорить о микрофинансировании, допустим, занимается ли этим ваша банка, потому что именно микрофинансирование больше всего подходит именно для малых предприятий. Но на сегодняшнем этапе могу сказать, что микрофинансирование, для этого мы создали наш банк, который имеет опыт создания специального объекта инфраструктуры. Мы в свое время, в 2008 году, создали специальный объект инфраструктуры ООО «Микрофинанс», который у нас занимается микрофинансированием. Выдают микрофинансирование микрофинансирования. Но в любом случае я считаю, что микрофинансированием, конечно, должны заниматься микрофинансовой организацией. Банки – это все структуры, которые выдают кредиты уже на более других условиях. Во-первых, эта сумма кредита намного больше, это сроки кредитования совершенно другие, чем микрозаймы. Поэтому я считаю, что у микрофинансового банка есть свой вид бизнеса. Банки – это все-таки, они больше работают уже не со стартующим малым бизнесом, а с бизнесом, который у нас совершенно другие кредитные продукты, совершенно на других условиях. И, допустим, создать какое-то хорошее предприятие, приобрести нежилое помещение, приобрести земельный участок, модернизировать производство. И срок кредита, допустим, 5-10 лет. Микрозаймы – это сумма у нас всего до 1 миллиона, и срок, конечно, не стоит. Хотя определенные продукты по микрофинансированию предлагают. Наши банковские продукты – продукт «Коммерсант» без залога и поручительств. И сейчас специально мы для субъектов малого бизнеса разработали продукт «Бизнес-экспресс», который также выдаётся без залога и поручительств. И этот кредит уже может быть также выдан субъектом бизнеса, который имеет организационно-правовую форму как юридическое лицо. Надежда Финогеновна, а как вам кажется, как вообще изменится банковская сфера со вступлением в ВТО? Не боитесь ли вы, что придут иностранные, что на этом работать негде будет? Ну, я думаю, этого бояться не стоит, потому что, насколько я понимаю, на сегодняшнем этапе работы иностранных банков на территории Российской Федерации будет разрешена только в форме дочерних банков, создания дочерних банков на территории Российской Федерации. Ну, вы знаете, работает Райфайзен, Сити и так далее. С другой стороны, я не исключаю, что при вступлении России в ВТО, конечно, определенная конкуренция на банковском секторе всё равно будет происходить, потому что в рамках вступления России в ВТО бизнес будет менее конкурентен, ему будет сложнее работать. Рентабельность у самого бизнеса уменьшится. В связи с этим сама кредитоспособность субъектов малого бизнеса тоже может быть уменьшена. И, конечно, плюс-минус, я думаю, что и количество клиентов, которые смогут получить кредиты или будут кредитоваться в Российской банковской системе, оно тоже может произойти какая-то стагнация. Поэтому, конечно, мы переживаем. И мы очень большие надежды возлагаем на элементы государственной поддержки малого бизнеса, которые, допустим, и у вас на территории Нижегородской области очень активно развиваются. Это работа гарантийных фондов, которые будут помогать субъектам малого бизнеса получить кредит под поручительство данного гарантийного фонда. Это работа фондов микрозаймов. Это работа по субсидированию кредитов. Это работа по поддержке малых предприятий, которые занимаются экспортом. Это работа евроинфоцентров, помощь в получении патентов, в покупке каких-то определенных сертификатов, в приобретении лицензии, в покупке материалов по ИСО 9000 и так далее. Вот эти вещи, они также сейчас субсидируются субъектам малого бизнеса в рамках мер государственной поддержки. И я считаю, что именно в рамках вступления России в ВТО вот эти меры, которые могут со стороны государства оказываться субъектом малого бизнеса по его помощи, по помощи малому бизнесу, они действительно помогут малому бизнесу в этих условиях как-то остаться на плаву и продолжить свою текущую деятельность. Вот я знаю, что сегодня опять-таки на секции, когда говорили о вхождении в ВТО, кто-то называл минусы, кто-то плюсы. Вот если резюмировать обсуждение, или если, может, свое мнение здесь выложите, все-таки какие есть плюсы от вхождения в ВТО, и какие все же есть минусы, и что делать, чтобы их стало меньше? Ну, плюсы в любом случае, я думаю, для любого субъекта малого бизнеса есть какие. Ведь для него, получается, открываются не только границы в Россию, но ведь открываются границы и из России. Образно говоря, все субъекты малого бизнеса также вольны, будут вести свой бизнес и в других странах. Поэтому это тоже открытие вот этих границ, это тоже очень, я думаю, позволит нашему малому бизнесу, особенно с товарами, работами, услугами, которые ориентированы на экспорт, тоже выйти на мировые рынки. Это тоже очень большой плюс. Ну, а какие минусы? Это то, что конкуренция повышается, что бизнес из других стран может также на территории Российской Федерации также активно работать. И, конечно, конкуренция и рентабельность бизнеса, это будут совершенно другие показатели. Поэтому в любом случае, конечно, нужно к этому готовиться. Нужно провести модернизацию оборудования, нужно подумать и обучить свой персонал. Действительно, ведь на сегодняшнем этапе для бизнеса и на секции эту тему поднимали. Очень большая проблема именно в подготовке кадров. Не хватает квалифицированного персонала, токарей, фрезеровщиков, пекарей, поваров и так далее. Именно персонала среднего звена. И в это малым предприятиям тоже, я думаю, нужно очень активно вкладывать свой персонал, направлять на какие-то курсы, оплачивать вот это обучение. Вместе с тем, в рамках государственной поддержки малого бизнеса, вот эти элементы по образованию персонала, по подготовке кадров, они также заложены. Если вы посмотрите свою региональную программу поддержки в Новгородской области, там очень большое значение уделено именно подготовке кадров в малом бизнесе. Это тоже действительно очень важно. Следующее направление, которое, я считаю, тоже как бы неплохо было бы развивать, это формирование определенного государственного и муниципального заказа на услугу малого бизнеса. Чтобы действительно даже сам муниципалитет тоже формировал какой-то заказ субъекта малого бизнеса, там по системе ЖКХ, может быть, по строительству, по еще каким-то товарам, работам, услугам. И вот эта взаимосвязь бизнеса, взаимосвязь административного ресурса, вместе с тем взаимосвязь банковского капитала позволит, наверное, бизнесу в рамках условий вступления в ВТО, как-то действительно свой бизнес развивать и показывать хорошие показатели. Скажите, а как вы думаете, что нам даст вступление в ВТО? Мы эти потребители тоже? Ну да, потребителям, наверное, с одной стороны нам станет легче, я предполагаю. Но как бы прогнозировать это действительно очень сложно. Ведь любое вступление любой страны в рамках вступления, во-первых, каждая страна вступает на разных условиях. Но с другой стороны, как и для потребителя, я думаю, нам станет легче. Потому что у нас будет более широкий доступ к абсолютно всему на более простых условиях. Кроме того, мы с вами, ну как женщины, я надеюсь, не будем больше ездить в Милан. Вы думаете, у нас будут стоять дешевые вещи? Я надеюсь, что, по крайней мере, мы получим более качественные, хорошие товары по более низким ценам, потому что покупать какие-то брендовые вещи в России, это просто нереально. Это все мы ездим за границу, это тоже неправильно, я считаю. Но и с другой стороны, это как-то в какой-то степени, понимаете, это толчок к нашему малому бизнесу. Бизнес должен встряхнуться, бизнес должен понять, что нельзя просто так сидеть и ждать манны. Любое какое-то потрясение, любые переходные явления в экономике, они заставляют бизнес тоже сконцентрироваться и придумать что-то такое. А русский народ, он же такой, понимаете, он русский народ. И субъекты малого бизнеса в России, они же, как говорится, настолько могут придумать такие вещи, что которые, допустим, за рубежом малые предприятия никогда бы в жизни не догадались, что так можно делать. И таких примеров у нас с вами столько, что, действительно, давайте возьмем, все инновации, наверное, во всем мире, в массе своей, это придумали русские. Ну что ж, вот на этой хорошей и удачной ноте я предлагаю завершить наш разговор. Я напоминаю, что у нас в гостях была Корисала Надежда Финогеновна, председатель комитета торгово-промышленной палаты России по развитию частного предпринимательства малого и среднего бизнеса и вице-президент банка ВТБ-24. Спасибо вам за рассказ. Будем ждать благо от вступления в ВТО. Мы тоже надеемся на это. Спасибо. Прошу. 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 Продолжение следует...